Приветствую вас, дорогие дружище, дружище моего канала и моего эриадорского прохождения. Устраивайтесь поудобнее и уж извините меня за... Возможно, кому-то это покажется грубым названием, возможно, фамильярным, но не со зла я так говорю, а наоборот, отношусь к вам доверительно и с почтением. Ох, просто есть много энергии внутри, которая никак не может высвободиться. Энергия это связана с тем, что я не выспался. Энергия сна, который просит поспать. Поспи, говорит чувак. А я знаю, что вы ждете мою эриадорскую серию. Так что мы сейчас ее будем вершить. И вершить мы будем такое дело, как осаду Толсира. Вон и Ольга меня пытается отвлекать всячески, убирая на балконе за птичками, которые перепутали внешний ободок балкона и внутреннее помещение. Мне кажется, что если мы насыпаем зерна на ободок, то это означает, что внутри там этого зерна навалом и надо туда пробираться. А птички, к сожалению, нифига не понимают, что... Ну, точнее, у голубей какая-то проблема со стеклами. То есть вылететь назад, найти выход они не могут. Даже если окно открыто, они постоянно бьются в стекла. Видимо, они их не видят. Когда речь идет о пути наружу. Я уже пробовал выходить и ловить их, но понимаю, что причиняю им очень много боли. Потому что перед тем, как я птичку словлю, она раз 10 стукнется со всего размаху головой об стекло. Ну и сами понимаете, когда пытаешься словить, как это назвать, культурно или нежно или ласково, чтобы не повредить, действуешь не всегда решительно и делаешь несколько попыток. Из-за этого только хуже становится. В общем-то, такая вот фигня получается. Ну а птицы в благодарность за корм, естественно, срут на балконе и всякое такое. Так, Ольга, вы иди, не отвлекай. Вот ай, ох, вот ай. Шашлыки будем делать. Раньше у нас кот ловил птиц. Развертывая его. Да, и приходилось прямо с кровью выдирать у него птичку. Это были редкие случаи. И мы вообще старались кота держать подальше, но летом не всегда это возможно. Вообще мы старались птиц не кормить, но иногда они залетали. А потом, когда с котом мы попрощались, то, в общем-то, вроде, теперь можно и птиц покормить. Зимой. Летом, естественно, пусть не привыкают, пусть добывают пищу. Там разные рябинки растут, шиповники и всякое такое. Пусть делают упор на это дело. Так, очень много мне написали про мою осаду Аргонда. Сейчас постараюсь ваши советы, друзья. Обдумать, осмыслить и применить. Я понимаю, что не действовал тогда топорщиками так, как нужно. И очень неверно действовал лучниками. Сейчас, может быть, у меня будет возможность кое-что исправить. Вот насчет дальности стрельбы, кстати, лучников Бандабраса. Она достаточно невелика. Этих лучников освободим от необходимости. Держать таран. И таран поручим кое-кому другому. Пока осадные башни обстреливают, не осадные башни, а башни поселения, ведут огонь по... Скажите, я скажу. Все начали стрелять. Давайте по рубакам. Они по нашим таранам, и это хорошо. То есть один таран можно брать исключительно для отвлечения башен, чтобы они не убивали наших воинов. И они стреляют огненными стрелами, а эти выстрелы, они производятся реже. Соответственно, это экономит нашим ребятам жизнь. О, я вижу, куда вы все идете. Не спешите и не кучкуйтесь. Неправильно вы туда идете. Давайте... Знаете, как вообще бывает с лучниками? Есть лучники первой гряды, есть лучники второй гряды. Дадим возможность лучникам, у которых дальность выстрела больше, отстреляться. А потом, когда и у башен заряд поубавится, он не бесконечный. Кстати, там всего 100 выстрелов. Ну, это согласно файлам, которые я когда-то просматривал, когда занимался моддингом. То 100 выстрелов обычно у таких башен. Хотя это можно редактировать, добавлять им выстрелы и силу выстрела тоже изменять. Обычно она порядка 8 или 6 единиц у начальных башен. И варьируется до 12-15 единиц урона у действительно крутой фортификации. Причем туда добавляется иногда выстрел баллисты и пушки, но там уже совсем другой урон. Пока что мы не потеряли ни одного солдата, но 10% сил врага убили. Нам главное попадать по копейщикам. Но при этом важно оставить часть лучников в качестве резерва. Не всех выделить. Для того, чтобы потом... Давайте можем их вообще переместить по чуть-чуть сюда. Потом все это дело использовать, когда мы будем сражаться с вражеским полководцем и его отрядом. Потому что я не думаю, что три отряда моих топорщиков даже при обходе с тыла смогут что-то противопоставить. Саня Тополь пишет. У тебя слишком много пушечного мяса. Это не выгодно ни для экономики, ни для военной мощи. Попробуй поменять тактику боя в чистом поле. Ну, насчет того, что это пушечное мясо по сравнению с гондорской элитой, мордорской элитой, изенгардской элитой и эльфийской элитой, я согласен. Но для меня эти войска ценны. Ценны почему? Потому что даже пушечное мясо имеет свое достоинство, а именно количество. А количество позволяет, если хорошо симпровизировать, заменить мобильность в чем-то. То есть мы можем охватывать гораздо большие территории для захвата и побыстрее наполнять свою казну. Поэтому я стараюсь нанимать все-все-все войска, чтобы держать их в хороших точках. И во всяком случае у количества очень хорошо удается тактика сдерживания. Если этим количеством умело, конечно, управлять. Так что пушечное мясо, но не перестану их нанимать. Если будут доступны войска получше, да, конечно, тогда уже можно будет провести ротацию. Пушечное мясо отправить на поля. Собирать урожаи для кормления элиты. Александр Наумов ему отвечает, да, других нет. Но Саня Тополь пишет, что тактику все равно нужно менять. Хотя, ну если речь идет об осаде Аргонда, возможно. Разнообразить тактику, да, стоило бы. И кое-какие маневры я собираюсь в ближайшем будущем попробовать. Разнообразить тактику осады тоже. Вот, к примеру, мы сейчас не стараемся пробиться через разные уголки поселения. Зайти в спину, посылать диверсионный отряд. А мы очень даже прямо линейно и узколобо выстроились напротив сил врага. Враг выстроился напротив наших сил. Мы знаем, у них нет стрелков. Зачем они это сделали, непонятно. Но мы их приспокойненько обстреливаем. И нафиг перебили уже 28% их силы. Хотя мы теряем тоже ценные ресурсы. Именно наши выстрелы. Павел Поляков пишет. Стройте флот. Два корабля можно обучить и перебросить нового шпиона морем на юг Гондора и далее в Харат. Или найдите способ пролезть возле столицы Гондора. Ну, насчет флота я с удовольствием буду строить флот. Но только когда моя экономика окрепнет. Мне сейчас важнее обустраивать свои города. То есть приходится чем-то жертвовать. Это если бы у меня все хорошо было с экономикой, тогда да, тогда можно было бы строить флот. Хотя этот цвет будет актуален на будущее. И думаю, Павел с таким расчетом и дает его. То есть, чтобы я не забыл по привычке изенгардской, что у изенгарда флота не может быть никакого другого, кроме наемного. И не перенес эту привычку в свою эриадорскую кампанию, где флот сможет сыграть очень важную роль. Но хотя он ясное применение показывает. Шпион осадим, шпион плывет, шпион разведует. Флот показывает, флот демонстрирует, флот закрывает порты. Может быть будут давать задания на осаду портов. Соответственно, флот пригодится. Переобучите, ага, вот еще. Кузницы и кожевенные мастерские также стройте. Переобучите следопытов, также поменяйте ост ин эдиль на ателин. Деньгу получите или еще что. Остроухие ведь любят этот городок. Торгуйте также нападениями. Не забывайте, может вас солетит, замутите с темными. Думланд, например. А лучше посмотрите рейтинги всех держав по экономике. Мощи во вкладке промониторьте. Посмотрите обстановку возле Луны Лайта. Может еще не у высших эльфов. И не забудьте про умертвие. Им надо отомстить. Да, убейте мятежников возле основных путей. Луны Лайт точно за эльфами или за гномами. Потому что я навожу на него союзническое поселение. Я с мятежниками враг. Хотя за напоминание спасибо. Возле Торбада тоже нужно убрать. Также можете рассказать про Элендела, его жизнь и деяния. Но Павел, он никогда не забывает оставить интересную информацию. Он всегда поддерживает моей кампании прохождения. Наводками хорошими. Хорошими обозрениями. Самой империи. Возможной тактики. Направлении развития. То есть, наверное, делает, ну как бы это сказать, работа ключевого советника. Так это называется. Когда, допустим, есть управляющий и есть человек, который смотрит на это все со стороны, анализирует и дает сведения, планы регулярные управляющим. Управляющий потом эти планы анализирует, смотрит и видит. Да, действительно, можно исправить, можно сделать лучше, можно что-то изменить. Так, наши лучники отстрелялись. Давайте подведем лучников слабого звена. Этих отведем. Тут у меня один воин погиб. Его тоже можно отвезти. И будем пока пробивать брешь. Такая сегодня неспешная серия получится. Я не спешу завоевать это поселение. Видите, они потеряли 36% своих воинов и решили отступить. Отступить, видимо, на площадь. Мне интересно, сколько у них осталось рубак. 21. Здесь копейщиков гоблинов 22. Но основные силы они, конечно, при себе оставили. 74. Алексей Гнусин пишет. Виктор, срочное сообщение для тебя. Ты внимания, что ли, не обратил? Гундабад стал ребельским. Бери смело. Да, если видите или, возможно, даже есть какое-то сомнение в том, что я мог что-то не заметить или не увидеть, то обязательно пишите. Спасибо Алексею. Даже если я это видел, но если вы напишите, это будет означать, что вам не все равно, что происходит в моей компании. А вдруг я действительно не заметил, что Гундабад стал ребельским. Или заметил, потом забыл. Или не учитываю это. И подобные советы они в результате обращают еще раз мое внимание. Так что к Гундабаду мы отправимся. Правда, с одной маленькой опиской. В Гундабаде находится немалый гарнизон ребелов, я думаю. Раз это такой важный ключевой пункт. Поэтому туда надо бы хорошая армия. Хотя нашими стрелками мы вполне можем осадить и попробовать по тактике Карн Дума выиграть это сражение. Так, вы, пожалуйста, объединяйтесь. Ребята, не быстро, ими будет сложно очень руководить. Виктор Орлов пишет. Что же вы, Виктор, а Нуми нас так не любите? Кстати, тезка. Первейшим делом там нужно отстраивать ветку ферм. Птица, овца и ранчо. А также полей. В этом смысле, да. Я потом посмотрел после вашего комментария, что у меня там есть. И сколько это стоит. Хочется мне кавалерии добавить в свою компанию. Поэтому я выбрал малые конюшни. Но согласен, чем быстрее я отстрою Ануми нас, тем больше шансов у меня будет на то, что я таки воссоздам Арнор. А с ним уже будет легче. Так что да, как-то я его недолюбливаю. Для набора армии уже вполне хватает других поселений. Нерентабельно тратить людской резерв. Ануми нас, но тут мы разобрались, что в этой модификации, в отличие от некоторых других, население не вычитается из общей суммы населения, когда нанимаешь какой-то отряд. То есть нет такого, что нанял 200 солдат и они вычлись из жителей города. Может быть в этом есть кое-какое отсутствие хардкора или нелогичность. А так можно истощать поселения. То есть вот такое истощение поселения, оно имеет свой смысл. Я помню даже, по-моему, в Риме. Нет, 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 не заходим. Там я вижу движение сквозь крону деревьев какое-то образовалось. Заведем сначала лучников. В Риме или в Barbarian Invasion, по-моему, боролся с ростом мелких захваченных поселений для того, чтобы там не было бунтов. Бунты в основном вызывались нищетой. А нищета обусловлена при избытком населения в городе. Хотя это, конечно, дает и дополнительный доход. И его можно было бы использовать по-другому. Так вот, я просто нанимал крестьян, выводил их в чистое поле. Когда у меня была огромная империя, уже практически охватывавшая всю тамошнюю карту. И увольнял, и держал количество населения в городе, к примеру, на уровне 400. Или даже, помню, можно было перебрасывать отряды. К примеру, нанял 3 или 4 отряда крестьян в одном городе, где населения много, и перебросил их в город, где население меньше, и там распустил. И там население прибавилось. Даже такие штучки были. Рубаки. Рубаки подбираются. Я знаю. Рубаки хотят нас атаковать. Сейчас еще один выстрел. И мы убегаем. Их было 44, стало 37. Но сильно бежать не будем. Мы здесь станем и постреляем в них еще. Отступить, отступить. Пока они подходят не так близко, и вроде не собираются на нас там. Но мы еще отступим на всякий случай. Да-да-да-да-да-да. Фиг я вам дам меня атаковать. Видите, сразу побежали на площадь. Я буду вот так вот с вами... Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас зацепят. Хоббит, которым пришлось пожертвовать. Хоббит, который не успел убежать. Вот он мой. Не первый, наверное, труп. Второй. Там был еще один сожженный заживо. Я увидел, где он тут сдох. Умер. Вот он. А это мой еще один мертвый парень. Так, только, друзья, поберегите заряды. Мне они на вес золота. Вы стреляйте. А вы тоже не стреляйте. И добьем рубак. Было 70. Осталось не так много. О, телохранители у рук х. Их тоже нужно расстрелять, прежде чем топорщиками навалиться. Я не хочу трем отрядам давать такое невменяемое задание, упоротое. Пытаться разгромить телохранителей. Но сначала рубаки. Рубаки, потому что они могут задержать, могут отвлечь на себя. А я этого не хочу. А еще потому, что у них слабая защита по сравнению с телохранителями у рук х. И убивать их будет эффективнее. А атака у них вроде даже не меньше, чем у телохранителя у рук х. Давайте. Разводите их. Семеро уже осталось. Теперь можем подвести поближе. Даже выстроить напротив своих топорщиков. Готовьсь стрелять. Возьмите вы тогда таран и отведите его отсюда, чтобы не мешало расставить еще один отрядик. Тут мы можем сделать скорость чуть-чуть побольше. Рубаки затесались, спрятались за щитами тяжелой пехоты. Но их и оттуда достанут. Смотрите. Обстрел за обстрелом. Умер только один. Сейчас строй развернут. И рубаки, которые затесались и спрятались, будут умирать еще похлегче. Отвести. Самое главное, чтобы они не собрались и не рванули на нас. Пятерых мы убили. Все. Теперь бросайте, выстраивайтесь в вторую параллельную линию. Если мы их убьем, то остальное можем зачистить и так. И выстроитесь здесь. Дергаются мои топорщики. Меня это немножко пугает. То ли они хотят сорваться и проигнорировать приказ стоять на месте. Рвануть, поатаковать. Влад Федоренко пишет. Или Федоренко. Извините за неправильно поставленное ударение. И исправьте, пожалуйста. Вроде как, если форт пуст, то шпион проникнет в него без проблем. Но я не уверен. Попробуй просто навести на него и глянуть, какой шанс проникновения, чтобы в обход не топать. Хорошо. И Максим Деменев пишет. Обменяй отст ин идиль на Ателин. Да. Кстати, если бы не ваши напоминания, друзья, то в общем-то я бы, наверное, и забыл про эту фишку. Говорил бы, что да, Ателин нужно выменять. Да, нужно выменять, а фиг бы там выменял. Половина отряда. Хорошо. Толковые лучнички, если их не атакуют. 16, 14. Но стоит понимать, что тут вина не того, что лучники так сильны, а вина того, что враг стоит на месте и ничего не делает. Потому что позволить выпустить в себя целый боезаряд. Сколько там у них? 30 стрел или 60 стрел. Тоже можно, кстати, посмотреть. У каждого. То есть умножьте 60 на 70 или даже 30 на 70 и вы получите 2100 стрел. Уж 46 воинов. Такое количество стрел даже с небольшим уроном способно будет поразить. Это точно. Сейчас и копейщиков дорубим. Всех. Копейщики гоблинов. Ну, давайте подойдем поближе. Эруру-эру-эру-эру. Это начальник, что ли? натальники чего творишь ты ж пойми что хоббиты их сила в количестве мелкий хоббит даже вон нас гула убил помог убить давайте копейщика вот такая вот дорожка славы и почета ириадорским воинам вывести выстилается выслана вот-вот как выслана вражескими трупами сейчас мы этих копейщиков добьем а за ними последуют и вот эти парни их куда выгоднее расстреливать еще одни кандидаты на 2000 стрел сильно-сильно стреляют стоит понимать что это не лучники в стайл из стиля у которых и урон поменьше там по-моему один или три урон а тут 46 то есть урон серьезный наносит в данном случае справедливо было бы делать защиту побольше от стрелковой атаки или урон лучником снижать хотя эта вселенная средиземья этого не какая-то средневековая европа что это тут у нас осталось снага заходим за снага снага уже так просто не расстреляешь они будут сопротивляться и тут стоит не спешить давайте стражу отпорной городьбы против них выставим заходим стража побежит им в лицо так сказать ударит по фронту а как не копейщики а топорщики как она и задумывается ударят их во фланг и попытаются прогнать точнее испугать вот эти вот парни до причинят нам урона но они уже колеблются и мы сейчас их напугаем подходом наших дополнительных отрядов можно даже еще подвести и тогда они точно захотят убежать еще ближе кое-кто уже бежит еще один отрядик сломлен сейчас нам нужно ловить ловить их до того как они отлично завершить битву эта победа 49 на 631 вражеский воин так что толсир мы взяли и этим ознаменовали покорение энэдвайта теперь энэдвайт разделен между нами и роханом и мы свой союзнический уговор выполнили обезопасили северо-западные земли арахирим от нашествия изенгардских сил занять ограбить до занимаем поселение толсир мы взяли и теперь мы можем провести здесь ремонт на остатки золота а основную нашу армию оставив здесь к примеру ополчение бри поведем в сторону дуны арда выходить дружище низкие налоги чтобы здесь бунта не было население здесь нормально и вроде как чтобы получить больше денег а я дипломатом я уже ни с кем не поговорю надо было настрополить гондор точнее пообещать ему что мы нападем на всех 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 врагов и дайте нам за это все 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 ваше золото так я так понимаю можем передавать ход дальше вроде я ничего не забыл квест я выполнил до задания у меня нет сейчас никакого текущего а вот у нас вроде лун и лайт поселок союзников да вот в этом проблема вся ну что передаем ход дальше 20 ход я там обещался когда-то отчет предоставить военный но я думаю это будет либо на следующем ходу либо через пять ходов когда у нас уже будет более-менее сформированы армии будут к примеру дуна артская группировка объединиться чтоб неудобнее было считать противо дуна артская они придут на помощь собратьям которые воюют там же селение лосота в 4000 золотых ох это не квест это просто золото рохан отношения великолепные они рады тому что мы захватили талсир ополчение бри во нуменасе ремонт в талсире завершён итоги хода самые богатые ребята высшие эльфы не ну и ал теперь гномский ну стоило ли ожидать что будет по-другому поэтому наша армия здесь объединяется и мы отправляем их на восточный фронт нечего им здесь штаны протирать хотя они могут конечно не дойдут я думаю к тому времени мы уже захватим хотя тут такое 332 это восемь отрядов против надеюсь справимся осаждаем квест мы взяли как мне друзья говорят нападай не бойся их тут я конечно рискую но башенку по-любому поставлю потому что видим что мы здесь граничим с землями хотел эльфами их назвать не эльфов а вот он наш гундабад где-то тут находится орков мглистых гор вот с ними мы граничим первым делом смотрим на ануминас он будет еще отстраиваться так и посылаем наверное вот у нас есть армия которая куда мы ее отправили и зачем армия вернется расправиться с повстанцами а я дополнительные войска буду посылать все-таки на юг или в южную сторону тут у нас автономия сами нанимают переобучение нет вот же вопрос с этим дунардом пошел понимаете ли тут с минуты на минуту пост и найди ли я конечно попробую передать мне интересно что делают орки мглистых гор и где вообще их армии и речь идет даже о седоне если говорить о седоне то рядом ли враг поставлю здесь башню чтобы иметь хоть какой-то вид арагорн у меня поможет да открывайся же ты конюшни никакого найма и наверное буду формировать группировку войск дунард 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 если арагорн поможет и возглавить то мы в принципе можем даже запилить осаду то есть набираем здесь войска будет на переправе некий перевалочный пункт или мы можем даже не набирать а пока все подходят отправить и поразить повстанцев заодно получить армиям определенный опыт может быть я так и сделаю то есть я всех буду вести северный торбат давай и давай если вдруг забуду походить есть возможность нанять корабль но я попытаюсь максимально сэкономить уходим с переправы в данном случае тоже попытаюсь максимально сэкономить строим дороги эл хоббиты не понял чё нет никакой реакции обычно так сразу реактивно подстилают типа давайте мы вам дороги построим а сейчас как-то намертво застыли кожевинная мастерская позволяет кожаную броню производить вам ансуле мы конечно нанимаем войска но я бы предпочел отстраивать различного рода фермы и другие постройки хоть как-то пахнущий экономикой тихо 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 бродить возле моих алимеров пугать мирных граждан поля можно построить в лондайре автал сирия ничего кукиш там можно построить идем наша армия объединится в единую группировку а потом может быть обнаглеем настолько что ударим по изенгарду или мы можем спокойненько пройти мимо изенгарда и отправиться к примеру зачищать то что изенгарду принадлежит в других частях проход через территории рохан у нас вроде есть мы там с ними об этом поговорили ого тихо 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 что и какая армия осаждает да вы шутить а гарнизонный скрипт наверное сработал так и есть так что пока что им не светит а мы попытаемся договориться с этими ребятами торговый договор согласие права прохода нам не удалось выменять но нападение на державу мы можем у них запросить я прошлый раз говорил что им самим нужны деньги но в этот раз я не буду таким жалостливым к своим союзникам зачем вам нужны деньги если они все равно проиграют невыгодное предложение так напасть на державу изенгард я хоть может что-то в толстире смогу построить напасть на державу орки мглистых гор подороже возьму этого они уже не хотят права прохода от права прохода они откажутся им пока это не интересно хорошо хотя чё я отвожу его мне же интересно будет следить за тем как проходит здешняя осада точнее что предпримет враг плюс конечно же я могу подойти посмотреть шансы на успех 78 ай-яй-яй мой шпион бедный умер это я рванулся но сам виноват совет как раз говорил о том чтобы посмотреть шансы на успех и конечно же думать головой прежде чем ломиться так где наш дипломат ост-ин эгиль мы собираемся на алимер поменять эдиль хорошо эдиль на ателин не на алимер невыгодное предложение да вы издеваетесь что я там вам еще могу отдать я могу вам отдать грамм грамм но ох 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 вот такие вот эльфы пока что не уверенный отказ но мы будем штурмовать их различного рода предложениями возможно однажды они не смогут сказать нам нет мы отстроим грамм сделаем его более рентабельным для обмена и тогда ребята вам придется согласиться рано или поздно на наши уговоры так проверяем как там наши воины перекатываются от места к месту и тут остается следить за всем этим только наш дипломат что же мы делаем и в принципе можем смело передавать ход дальше никаких ключевых событий не происходит у нас в основном все ключевые события происходят возле гондора гондор что перемирие пытается заключить высшие эльфы нанимают отряды интересно что орки мглистых гор никак себя не проявляют харат рун это нас не касается пока что помолвка хорошо итоги хода ясно доклад строительства большая ферма и северный торбат поля в али мире ополчением при готова свадьба окей все это я посмотрел и опять осада опять они видят что там мало отрядов опять возникает гарнизонный скрипт и опять они потеряют свое войско то есть сейчас пока что для мордора гондор или азгилят на замке тут вот такая фишечка есть что если мы объединим свои силы то мы могли бы взять дуна арт но пока что его осаждает рохан но это ненадолго до сдачи один ход скорее всего эти ребята выйдут и атакуют а мы рохан потом заменим хотя мы могли бы помочь рохану осадить дуна арт но тогда он бы достался не нам так что зачем помогать союзнику получать то что хочешь забрать себе просто в сторонке подожди пока сайт союзник сольется арагорн мчится мчится чтобы помочь поучаствовать но скорее всего не успеет еще три отряда мелочевки рвутся в бой я знаю бандитов нет мы их тут истребляли это еще что такое что вы тут хотите за сделать эльфы только не говорите что просто проходили мимо я знаю когда вот так вот останавливается отряд чем это иногда заканчивается поэтому веду на помощь своих воинов не вздумайте только атаковать меня ну и мы проведем возможно сада может быть подождем вылазки осажденных и давайте посмотрим кто же защищает гундабад раз два три четыре пять шесть семь семь отрядов неизвестного типа у нас пять отрядов но мы можем в осаду и взять если сделают вылазку то я думаю им же хуже только тут у нас выбор какой стороной пойти пойти в новые земли или пойти изведанным путем принципе мы как раз таком месте стоим что все равно какой стороной пойти давайте попробуем неизведанные территории если осада продлится долго то постараемся построить как можно больше осадных орудий 7 ходов до сдачи хотя мы можем и потерпеть александр наумов когда-то писал в своем комментарии что основной тактикой эриадора может быть именно выжидание осад в осадном точнее положении врага пока он не сдастся следопыты нанимаем конечно же в аннуменасе и опять проверяем свои армии города три тысячи у нас есть но я знаю что за выполнение квеста получу большую денежку поэтому я спокойненько себе заказываю постройки в разных городах две тысячи хорошо вот и все все остальные дипломатические тонкости и нюансы выходим а а а из алимера отряд отправили а переобучение пока невозможно пока невозможно хорошо хорошо друзья в общем то наблюдаем за гондором я думаю мы даже можем потеряв одного шпиона позволить себе нанять еще одного шпиона а не дипломата к примеру в береге и отправить его в гондор но а особым путем посмотреть какие города еще принадлежат изенгарду и сделать для себя вывод что мы можем у изенгарда перехватить кроме их столицы смотрим как себя чувствуют высшие эльфы вроде в порядке отступаем проверим где находятся орки мглистых гор далеко ли им до седона надо будет шпиона сводите сюда посмотреть как тут дела а и к море и подвести это из планов на следующей серии а пока что меня все устраивает если вы что-то видите и замечаете оставляйте ваши комментарии друзья и дипломатические переговоры мы проведем в следующей серии хорошего вам настроения и солнечных весенних а затем и летних дней